Мы православные... Субтитры и вечер! Да, ну у нас утро уже, утро, 8 часов. А, утро! Почти утро. Мы пришли сюда засвидетельствовать людям о великой любви Божией, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес по благодати, и каждый может получить прощение грехов и обещать никогда того не делать. Мы не о религии говорим, а о Боге, о Христе, о великой радости. Если есть вопросы, вы можете задать о душе, о вечности, о будущем, страны, мира. Мне мой Бог давно дал прощение. Слава Богу, это надо держать. И быть всегда в платке, чтобы можно было молиться. Женщина, молящаяся с непокрытой головой, подстрижает свою голову. 11 глава, первое послание к Коринфянам. Мой Бог не велит мне покрывать голову платком. И такого Бога нет. Если вы скажете, это другая религия, я скажу, это не ваша книга? Нет, это не наша книга. Моя книга не Коран. Не Коран. А у них тоже ходят в хиджабе. Я не отношусь к мусульманству и к христианству. Но у нас деревню мы строим с нуля. Нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. У нас женщины надеты в два платка и платья до полу. Таких красавиц. Хиджаба, я все в курсе, Библию читала в детстве. Понятно. Но вы знаете, что женщина должна быть в платке, молиться, чтобы не постыжать свою голову. Все верно, знаю. Да. Если у вас есть вопросы о душе, где мы будем после смерти, я вам могу ответить на любой ваш вопрос. Да, что душа свободна. После смерти мы предстанем все перед судом. Да. О чем Лермонтов писал. Есть Божий суд на перстнике разврата. Вот здесь вот Содом и Гоморра. Полы на мужиков голые. Процентов 90 мусульмане. Самое блудливое и трусливое все здесь собралось. И мы пришли, чтобы сказать им, что их ждет за это. Чтобы они обратили лицо к Богу, ко Христу. Жить с Богом радостно. И смерть не страшна. Ты для Бога будешь жить. Все правильно. Так. Если хотите поближе познакомиться, вопросы задать. По скайпу зарядите Игнатий Лапкин. Это я. Хорошо. И у нас большой видеоканал. Называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». У меня 18800 роликов наших. А что же вы здесь делаете, Игнатий? А мы для этого пришли сюда. Как вас по отчеству? Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, что вы здесь делаете? В чат-рулетке. Он, Господь, говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Зачем вам погибать? Игнатий Тихонович, что вы пытаетесь спастись нашу душу. Обязательно. Большое вам за это спасибо. Мы, Господь, говорит, посылаю вас как врачей для больных, а не для здоровых. Всё верно. Вам большое спасибо. Мы за свои грехи ответим. Мы за всё ответим. Видите, если у вас какое-то имя, вы моё знаете. Я могу ваше имя, перевод дать какое. Чтобы вы жили... Хорошо, Александра. Александра означает защитница. С греческого. То есть защищай с честь свою, с молоду. Как платье, говорит, снова Пушкин писал. И теперь береги себя. Не верь, что тут в интернете. Тут только южные жеребцы пашут на северных кобылах. Вы не верьте никому. Надо по закону познакомиться, повенчаться, жить. Ни одного аборта, чтобы не было. А в России за перестройку 120 миллионов убили. А во Вторую мировую войну только 55 миллионов во всём мире погибло. За перестройку женское жребо и вагина две мировые войны произвели. Вот для безумия. Мне Бог не разрешил детей, поэтому... Ну, а как знать. Может, Богу угодно. Может быть, в будущем будет угодно. Да. Вы просто для Бога... Если Библия есть, нету, можно в храм сходить. Сходить на исповедь. Православные храмы везде открыты. Спасибо, Игнатий Тихонович, Вам большое, огромное. Ну, с Богом, сёстры. С Богом. Аллилуйя. С Богом. Мы пришли сюда, чтобы возместить о великой радостной вести. Что Иисус Христос умер за грехи людей. И воскрес третий день. И даёт оправдание по благодати. Не по закону. Я не буду уходить. Но попробуйте меня переубедить в том, что я не прав. Разве... Вы поближе микрофон сделайте, пожалуйста, чтобы лучше слышно было. Я говорю, я не собираюсь никуда её уходить. Но вот попробуйте меня переубедить в том, что патриарх Кирилл сейчас прав. А я и не буду об этом стараться. Во-первых, у меня задача такая не стоит. А во-вторых, не смотри на брата твоего. Я должен трудиться. За патриарха я не буду отвечать. А он за меня вполне может отвечать, если он меня соблазнит. Лучше бы Жорнов повесили ему. То есть, он по сути сатана. У патриарха... Что завидует патриарху ужасно, сколько людей это всё время. У него яхта. У него... Нет, нет, нет. Почему я не завидую? Я не как... У меня есть то, что у патриарха нету. У меня две голубятни. На самом деле, я сам тоже не завидую. Но я это слышал. И в Библию особо не верю. Я знаю, что когда-то говорил Бог, что под ними камень я буду там. Посмотри в небо, я буду там. И Бог всюду. И разве не истинная вера в том, что ты веришь в Бога, а не в том, что ты подносишь подойти в церковь? А какие подати в церковь, скажите? Да любые. А какие конкретно? Ну я откуда знаю, я в церковь не знаю. Ну он с чужого голоса говорит. Вот мы строим православную деревню. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Брат у меня протеерей, отец Аким. И у нас с тарелкой не ходят. Ни за одно таинство, нигде деньги не берут. Свящие никто не покупает. Оставят, сами выливают. Десятина всё покрыла. Ну такое я даже готовь, блин, подать. Да, это не просто так. Нет, я согласен, это правильно. Но вот я это понимаю. А большая часть бабушек, которые идут в церковь, они просто хотят, чтобы их молитвы были вознесены. Вышимы их, грубо говоря. Вот мы молимся утрами по скайпу. У нас с разных стран мира просоединяются люди. Мы знаем нужду друг друга. Мы молимся, считаем псалтырь. Потом своими словами поминаем и всех правителей мира, и Владимира, и Зелинского, и Православного, и Эрдогена, и Амана. Всех поминаем. Повеление даётся, молитесь за старей. А, ну, то есть вы не вот то, что у нас в России творится. Я знаю, что творится, и знаю неплохо. Мне Господь позволил написать 38 томов книг, а потом положил на сердце подарить библиотеке мира. Из Барнаула я тут живу. Мы проехали до Владивостока, потом до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика, Турция, Север. 650 городов. И сделали подарок на 35 миллионов рублей. При минимальной пенсии. У меня пенсия ещё два месяца назад была 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. За 35 лет трудового стажа. А почему? Потому что мне нигде не давали работать. Я шёл этапами по тюрьмам и лагерям. За слово Божие. Да, а как вас зовут? Лапкин Игнатий Тихонович, город Барнаул, 81 год. Не-не-не, я просто имя хотел спросить. Православный проповедник и миссионер. С самым большим стажем в России. Вас что-то не слышно, только губы шевелятся. Вы деньги собираете, Игнатий Тихонович? Да, да. Вы деньги собираете на вашу деревню? Никогда ни рубля нигде не собираем. Мы сами работаем. Коровы, овцы, сельское хозяйство. 420 гектаров земли. Мы сами школу построили, сами. Дороги сами строим за свой счёт. Нам государство за 28 лет, теперь 29, ни рубля не выделило. Мы сами делаем. У нас интернет в школе есть. Всё сами делаем. 6 прудов восстановили. Ну, знаете, я бы вам... Вот к вам бы в церковь я пришёл. А в своём городе, в Бугучере, я в церковь не пойду. Потому что... Не буду говорить, почему. Но вот реально, если у вас всё так, как вы говорите, то... Так вы зайдите на наш... Ютуб на наш зайдите, канал у меня есть. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Самый большой канал во всём интернете. 20 800 роликов. И вы увидите, как молимся мы, как работаем, как детский лагерь работает. Евгений... Ев... 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 Евгений... Евгений Тихонович, верно? Игнатий. Игнатий. Извиняюсь. Но... Так я... В общем, я не особо верю в Иисуса. Ну, то есть, я верю в то, что есть высшая сила. Но не обязательно это... Именно Иисус. А вы не обидчивы? Как вы на это смотрите? Вы не обидчивы? Не-не-не, говорите, как есть. А вы сейчас абсолютно в трезвом уме? Не обкурен? Не говорите, как есть. Ну, потому что, вижу, вам трудно вспоминать. Я дам вам ключ. В скайпе, Игнатий Лапкин. Вы на меня выйдете в хорошее время, и я вам отвечу вопросы все. Ресурсы скину. У вас какой-то вид обкуренного человека. Ну, я на работе. Я просто устал. Мне еще работать пять часов. Поэтому я сейчас сижу здесь. И пытаюсь хоть как-то взбодриться. Да нет, не надо это лишнее. Зачем? Вы внезапно умрете, да не доживете до половины, кажется, лет своих. Берегите себя. Ну, то есть, конкретно вы... Вас как звать? Звать как вас? Обращаться. Евлампий. Евлампий? У-у-у, какое редкое имя. Лёпа. Подождите. Лёпа. А? Лёпа. Ну, Евлампий. Ну, Лёпа. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Никак. Не сокращайте. Сейчас я посмотрю в календаре. Так, минутку. Сейчас. Ой, какой человек интересный. Евлампий. Ох, какое имя у вас греческое. Благосветлый. Благосветлый. Вот будь таким. Этот мрак из головы выбрось. Не кури, не пей, не колись. Ничего не надо. Надо быть радостным. Сейчас умом спотыкаетесь. А до моих лет-то вам и не дожить. У меня 81-й год. Я ещё не... Да я и до пенсии-то не доживу, скорее всего. Ну, пожалейте сами себя. Вы нужны людям. У вас трезвый разум рассуждать будет по-другому. Ну, я не спорю. Ну, в любом случае, какой бы плохой я ни был, я хочу просто пожать вам руку за то, что вы делаете благое дело. Мы свидетельствуем о Боге, о Христе. О Христе свидетельствуем. Не говорится о том, что будут другие такие глупые. Я, кстати, никому полностью вас поддерживаю. Если куда-то можно денежку забросить, вы скиньте вот на этот вот... Вы зарядите Игнатий Лапкин в скайпе, и вы на меня выйдете. Я один с этой фамилией. Игнатий Лапкин в скайпе. А в ютубе канал называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Там на всё ответы. И вы увидите, как мы работаем, как в церкви, какие у нас женщины, девушки. Самые, наверное, красивые в России. Как они одеты, два платка, как через жабе, платье до полу. У меня брат протеерей, священник. У нас с тарелкой не ходят две общины. Никто не видел тарелки этой. Всё время идут занятия в интернете. Три раза в неделю по интернету с разных стран мира присоединяются люди. Молимся вместе. Послушайте, если вас кто-то заставляет говорить эти слова, вы моргнете правым глазом два раза. Господь заставляет. Я заплатил слишком дорогую цену за это. Пять тюрем и лагерь, из которого мало кто выходит. За слово Божие. Теперь я реабилитирован, как политзаключённый. Я благодарен Богу, что меня Бог провёл этим путём. И теперь, как пенсионеры, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей, Господи. Вы себя христоите по спине? Да, Господь даёт нам всё. Как это называется? Есть такой термин, когда тебя бьют? Ну как, экстремист, фанатик. То есть вы считаете себя фанатиком? Фанатик. Я фанатик в последней степени. Фанатик означает, в переводе на русский язык, человек готовый умереть за свою идею. Готовый. Я считаю, что большая часть людей слово фанатик отпугивает. А экстремист означает... Фанатик – это человек, который им свято верит в одно. То есть если я буду свято верить в пончики и соберу за собой народ, я буду фанатиком. И меня все будут порицать. Да, нас не порицают, наоборот, тянутся люди. Они понимают, что у нас не игра. У нас всё на серьёзе. Я про что, это когда-то, в каких веках это было, в 18-19-х, когда была власть церкви-то, она никуда и не делась до сих пор. Уже 2020 год, а власть церкви всё ещё как была, так и есть. Но, если у вас, и правда, есть общимое, это хорошо. Так, вы не потеряйте мой ключ, я вам дал, Игнатий Лапкин, в скайпе. Никогда не потеряю. Я вам обязательно... Вы в скайпе, если зайдёте, и там побеседуем, чтобы вы были совершенно нормальны. Да, все непременно, и всех друзей. Ну ладно, Игнатий Лапкин, давайте расставаться пока, с Богом. Ну да, и вам всё. Всё хорошего. Продолжение следует...